Доброе утро, команда Карьера Онлайн! Поставьте плюсики, как меня слышно. Видите ли вы слайды? Давайте наладим быстренько связь. Отлично! Шикарно! С вами сегодня Лилия Донского. И я вас поздравляю с шикарными результатами каталога номер 3. И предлагаю сейчас дружненько всем похвалиться, как для вас прошел каталог, какие у вас были достижения, и чем вы особенно довольны. Я, конечно же, вас всех хвалю. Есть несколько человек, которые особенно выделились. Мы об этом поговорим сегодня вечером. В 19 часов по Москве будет онлайн-банкет по итогам каталога. Мы там поздравим всех торжественно с открыточками, потому что это не просто наш с вами, когда срез подведения итогов, а это мощные результаты каждого лично. Потому что каждый из вас совершал определенные действия и усилия, чтобы прийти к этому результату. Кто-то доволен, кто-то, может быть, не очень. Кто-то хотел одно, получил другое, а кто-то хотел другое, а получил вообще третье. Но, ребят, это ваш результат. И он вытекает из чего? Из того, как вы планируете каждый свой день. Согласны? Ну-ка, хвалитесь, что у вас было особенно хорошего за прошедший каталог. Выделите хотя бы один какой-то нюанс. Может быть, вы нашли шикарного новичка. Может быть, вы прошли школу. Может быть, вы прочитали книгу, которую никак не могли прочитать, но наконец-то осилили. Давайте с вами обменяемся энергией, самой такой позитивной, продуктивной. Жду от вас обратной связи. Ну-ка, быстренько, быстренько. Неужели вот нечего вспомнить? Даже тот, кто не работал, все равно за этот период, за три недели, что-то хорошее произошло. Но не может такого быть, чтобы ничего не было. Ура, пошло. Новичок сразу вошла в премьер-клуб. Оля Монголевой, шикарно. Так, Ирина Вяткина. Четвертый шаг прошла. Она понашла активного новичка и лично вошла в премьер-клуб. И на 3% вышла. Да, был праздничный каталог, и поэтому Надя сделала 258, по-моему, баллов. Да? Сразу с корабля на бал. Анюта. Новичок в премьер-клуб вошел. Шикарно. И сама в премьер-клуб вошла. Ну-ка, хвалитесь, хвалитесь. Новый партнер появился, и сразу заказ на 154 балла. Вах-вах-вах, как хорошо-то, а? Ну-ка, еще кто похвалится? Не стесняйтесь. Может, кто-то опыт получил. Бывает такое, что думаешь, ой, как все плохо, мир рушится, там, новичок заказ не забрал. Ребят, это опыт, и вы должны понимать, что в бизнесе, как и в любом деле, как и в нашем своем деле, всегда есть какие-то нюансы, есть плюсы, есть минусы, есть вещи, которые необходимо пережить и знать, что это имеет место быть. Есть человеческий фактор, который нельзя, как говорится, отменить, повлиять на него. Да, и вот люди, они такие. Они сегодня, у них все хорошо, солнце светит, небо голубое, а завтра вдруг тучки набегаются, и им кажется, что мир рушится. Так, вот Надя, новичок, сделал активационный заказ. Шикарно! Все похвалились? Отлично, поехали дальше. Если хвалилки еще есть, прибавляйте. Я вас поздравляю, то есть, что вы присоединились к нашему мощному сообществу. Здесь у нас есть огромный шведский стол возможностей. Ребята, выбирайте то, что вам нравится, и выбирайте самое лучшее. По итогам каталога, то есть, да, вот я расписала вам все по неделькам, как у нас шел рост. Смотрите, что произошло. Начали мы с первой недели 7,686, да, потом практически удвоились, и следующее закрыли мы каталог, вот с таким результатом. Здесь только по России мы пока международки не видим, не знаем, сколько там у нас всего приросло, поэтому говорим сегодня про Россию. По wellness, да, каждую неделю у нас, ну, прирост был такой, а в последнюю бомбанули. Да, и все решили затариться в wellness, почувствовали, что такой период, лучше поберечься, пить больше витаминов, коктейли, и кушать наш вкусный супчик. У нас пришло в команду 78 новичков. Ребята, это, честно, очень для нас маленький результат. Мы во втором каталоге выложились, да, хорошо, у нас пришло почти 160 человек, а в этом сделали в два раза меньше. Ну, где-то проседаем, где-то поднимаемся, но вот эта цифра, почему мы на нее все обращаем внимание, как вы думаете? Наверняка, да, вы понимаете, что только благодаря вот этим новичкам, которых мы называем стартеру, вот такая буковка «С», только благодаря вливанию в команду, создавая большой поток людей, мы можем с вами выявлять, кого? Рекрутов, кюрекрутов, и самое главное, это вот эти вот аббревиатуры, КК, ключевых партнеров, без которых наш бизнес, да, не будет расти, не будет строиться. Но только вот из потока людей у нас выходят ключевые партнеры. Есть статистика? Смотрите, вот есть рекруты. Рекрутов у нас с вами 29 человек получилось. Вот по статистике, из 10 рекрутов появляется один ключевой партнер. То есть, если посмотреть на статистику, то на всю команду у нас сколько получилось ключевых будет? У кого-то будет, а у кого-то нет. Сколько кто умеет считать? Давайте проверим ваши математические способности. Потому что в нашем бизнесе все-таки нужно уметь считать и денежки, и партнеров, и товарообороты. Кто меня внимательно слушает, сейчас быстренько может написать эту циферку. Три человека. Правильно. То есть, у нас по идее примерно три ключевых всего. Ребята, это очень мало. На такую огромную команде, смотрите, у нас товарооборот трех команд директорских. По 7500 баллов, если каждая директорская команда делает, то у нас здесь почти 23 тысячи баллов. Три директорские команды, и в каждую пришел всего один ключевой. Ребят, это мизер вообще. У нас 14 рекрутов. Ну, ничего, тогда можно, конечно, и получше было бы. Реактивировали 24 человека. Вернули. Маловато. Ребят, люди уходят. То есть, мы, смотрите, входит вот сколько, немного уходит. Мы возвращаем людей на акции, на подарки, на хорошее качество продукции. Мне одна наша менеджер написала недавно, Лиля, кто въехал в качество, тот уже с Арифлейм не соскочит. Потому что нет ничего хорошего вокруг. Понимаете, ребят, если человек ушел и стал покупать опять продукцию в магазине, это говорит только об одном, что он не понял, с какой он фирмой имеет дело. Он не понял, что он работает с натуральной шведской продукцией. Он не понял, что его лицо и внешность, и волосы, и ногти, и все тело будет не просто поддерживаться в хорошем состоянии, а оно будет улучшаться и становится еще лучше и лучше, потому что натуральные компоненты, они просто необходимы. Никакая химия не заменит натуральность. Согласны? Это и по питанию можно судить, и, конечно, по уходу за нашей оболочкой. Потому что тело у нас дается один раз на всю жизнь, и нужно за ним правильно ухаживать, чтобы оно нам дольше послужило. Поэтому, если люди уходят, ребят, то только по одной причине. Вы мне рассказали вкусно, какая клевая продукция, как ей круто можно пользоваться, и что у них есть огромные выгоды и преимущества, так как они уже являются умными потребителями. И пусть пользуются скидкой, не хотят строить бизнес, не надо, но пусть они пользуются продукцией и участвуют в организации общего товарооборота. То есть, с такими людьми, которые не хотят строить бизнес, вы должны работать как с кем? Кто знает? Которые не хотят строить бизнес, не хотят никого приглашать, не хотят показывать каталоги. Как мы с ними работаем? Давайте разберем. Если это человек-потребитель, как с покупателем? Правильно, как с личным клиентом? То есть, вы с ними говорите только о преимуществах продукта, рассказываете о выгодных предложениях конкретно для этого человека. Что ему интересно, то ему и рассказываете. Весь каталог не нужно, а вот что ему интересно, в этом направлении вы с ним и говорите. Если человек совершает высокие продажи, но не хочет строить бизнес, например, он легко делает от 150 баллов. О чем с ним говорим? Ребят, вспоминайте, это второй тип у нас людей, которые приходят в команды. Как мы с ним работаем? О чем мы с ним говорим? Кто делает там 100, 120, 150, 200 и так далее, и так далее баллов? Кто это у нас? Кто за человек? Ну-ка, быстренько просыпаемся. Уже вчера начался каталог, сегодня мозги уже должны работать на полную катушку. Мы с вами сегодня поставим план на каталог, вы сами прям его распишите своими ручками, научитесь это делать так, чтобы вы это могли сделать с любым человеком. Так, это у нас продавец. А как мы с продавцом работаем? Ребят, ну-ка включайтесь. Как мы работаем с продавцом? О чем ему говорим? Я, конечно, не хочу подсказывать как с организатором товарооборота, да, и что мы ему говорим про акции, про самые мощные предложения каталога. Мы ему подсказываем фишки, как он может больше заработать. Мы ему показываем фишки, как он может продвинуть наборы, да, мы его учим, как продавать сопутствующие товары. Мы вчера отходили в магазин, и я наблюдала, как продавец продавал девушке джинсы. Это было очень круто. Сначала она определилась с джинсами, да, с цветом. Когда она выбрала уже все, он говорит ей, давайте подберем кофточку. Какую вы любите? Было там более прозрачную, или там какую? Цветом поярче, там посветлее. Она говорит, ой, нет-нет, кофточку, наверное, не будем. Он такой, хорошо, какой ремень вам нравится? Какое вы хотите? Пошире, потоньше? То есть она просто зашла купить джинсы. И он ей тут же начал предлагать сопутствующие товары к джинсам. Это кофточка, ремень, да, то, что у него есть в ассортименте, он начал продвигать. То есть вы должны научить, да, до продажи, это как постпродажные товары. Например, человек у вас просит помаду. Что вы, да, должны уметь сразу в догонку? Карандаш, румяна, тон, чтобы выровнять лицо, тушь, ну и духи заодно, чтобы еще сменить образ до конца. То есть, да, вот это все должен уметь делать продавец. Поэтому, если он умеет делать 150 баллов, то, используя всякие фишки, которые очень простые в применении, он сможет уже делать не 150 баллов, а 250. Он будет больше зарабатывать. Ребята, он создаст больший товарооборот для себя, для вас. Он больше заработает. И для вас это гарантия, что человек будет доволен еще больше. И он точно не побежит дальше искать какую-то другую фирму, где у него там на 2% выше он заработает. Да, в нашей продаже очень легко все делать, потому что все взаимосвязано. Главное зацепиться за что-то. Например, человек берет крем для ног. Что вы ему можете в догонку предложить? Пилочку для ног, скраб для ног, дезик, сейчас жара начнется, тальк, дезодоран. То есть все, что связано с тем, чтобы ножки были легкими, и приятно пахли, и не испытывали тяжести, и так далее. То есть на любой продукт вы должны знать, что вы даете человеку как выгоду, как выгоду, чтобы он ушел уже с полным наборчиком. Все, поехали дальше. Активность. Смотрите, что у нас по активности, ребят. Триндец. Да, триндец. Активность должна быть минимум 72%. Если она 72% держится и выше, это значит, что команда как минимум уверенно стоит на ногах. И этот каталог меня не просто удивил, а я просто была шокирована вот этой цифрой. Ребят, что произошло? в праздник на 8 марта активность должна была быть 80%, а она упала. То есть в прошлом каталоге у нас было 75% с копейками, почти 76%. И вдруг стало 64%. На 10% активность ехала. Что произошло? Давайте с вами подумаем, как вы работали с командами, всех ли вы оповестили по акциям, с каждым ли вы сработали. Когда вы в распечатке смотрите, в конце у вас стоят такие цифры. 1 напротив человека, 2, 3, 4. Эти цифры обозначают, сколько человек не делал заказ. Если стоит цифра 1, это значит, что он делал заказ в прошлом каталоге, и у него есть на руках бумажный каталог, но заказ он еще не сделал. Но самое важное, что каталог на руках есть. Это самый простой вариант, когда человеку не надо в компьютер лезть, листать, он может сидеть, полистать каталог бумажный, потереть ароматические странички, вчитаться вдумчиво и так далее. Лежа на диванчике. Если у вас единички не сделали заказ, то у вас должна быть первая паника. Что такое? Что произошло? Вы им звоните и спрашиваете, все ли в порядке, жив ли здоров, все ли понравилось в обслуживании. Когда человек забирал заказ, а вдруг ему нахамили, а вдруг ему что-то не так сделали, он расстроился и спроецировал вот это свое отношение на весь Арифлейм. То есть встретился с каким-нибудь не самым лучшим менеджером СПО, который просто сидит, выдает заказы, ему пофигу на всех, он не собирается никого облизывать, его работа просто отдать заказ. А человек попался, может быть, дотрепетный, и его вот это отношение сразило на повал, он говорит, все, Арифлейм, это не мое, тут плохое отношение. Ребят, вот это нужно сразу выявить и выровнять ситуацию, донести до человека, что в принципе, ну это попался такой менеджер, поменяй СПО, да, ну не ходи к этому человеку, если есть возможность, сделай доставку на дом. То есть вот эти все моменты вы должны четко отслеживать. и вот этот первый сигнал, если стоит цифра 1 и нет заказа, это значит, что что-то произошло, что-то с человеком не то. Самый лучший вариант, если он просто закрутился, забыл сделать заказ, да, но может быть вариант, что что-то пошло не так, что-то, может быть, человеку не понравилась продукция, может быть, он неправильно подобрал. Вы тут же должны среагировать, как группа быстрого реагирования. ГБР. Вы теперь у меня будете ГБРчиками. Вы поняли, что нужно делать с распечаткой? Вот в первую очередь, когда вы открываете, у вас должны сделать заказы точно у кого стоит единичка. То есть с ними вы работаете в первую очередь. Потом со всеми остальными, у кого 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее, да, накопилось. То есть, да, с ними будет чуть-чуть другая ситуация. У них нет бумажного каталога, они не делали заказ. Но с ними в чем круто? Вы звоните и говорите, там, hello, как дела? Как жизнь? Все ли в порядке? Детки здоровы? То есть выясняете сначала, как у человека, что происходит, утепляетесь. И только потом говорите, а что-то ты давно не делал заказ. Что случилось? Ты не видел каталог сто лет, да? Или там, ты не знаешь, как его посмотреть? Может, ты забыл путь? Как зайти в личный кабинет? Бывает такое, что люди говорят, а я не помню свой номер. Ну и все, номер забыли, и говорят, ну все, значит, меня, наверное, удалили. Сто раз такое было. Звоню, говорю, что-то ты не скучаешь, что ли, по Арифлэм? А что, я еще могу заказывать? Я же 3 каталога ничего не делала. Я говорю, ну и что? Номер-то 2 года действителен. Ребят, понимаете? Поставьте пятерочки, кто меня услышал. Ага, молодцы. То есть, у нас есть тренинг, он будет в эту пятницу проходить конкретно по работе с инфолистом. Приведет Михаил Булавцев, и он вам расскажет все фишки и нюансы, как прорабатывать инфолист. На кого нужно обращать внимание, как обращать, да, что говорить. И они есть в записи, эти тренинги. Можно тоже порыться в ютубе посмотреть. Потому что анализируя свой инфолист, вы сможете, в общем-то, ребят, много сделать. Потому что есть уже такая сформировавшаяся команда, которую, да, вот есть такое понимание, что есть люди, которые уже пришли на что-то, их что-то зацепило. Кого-то продукция, кого-то вы, кого-то бизнес, да, у каждого свое. Их можно также выводить. Человек потерялся, испарился, но вы можете его вывести обратно, и он с новой энергией начнет учиться, да, вот, присматриваться к продукции, начнет делать заказы, начнет приглашать. Но, может быть, и нет. Но попытка того стоит. Вы знаете, ребят, не проще найти новых, проще с теми, кто уже в команде. Что вам поможет? Ребят, вот, в первую очередь, в бизнесе вам поможет исполнение трех правил. То есть, если вы сами их легко выполняете, то вы построите бизнес. Если же вы сами где-то тормозите, то вам нужно поставить акцент, над чем мне нужно поработать. Итак, давайте разберем. Первое правило – пользоваться продукцией. То есть, уметь организовать товарооборот личный, 150 баллов. Ребят, для кого это проблема? Вот прям реально вы говорите, да, в прошлом каталоге у меня получилось, а в этом не получится. Это была случайность. У кого вот это вот сейчас стоит как большой жирный пункт? Проблема. Прям проблема с жирными буквами. Есть такие люди. Признавайтесь, признавайтесь, не стесняйтесь. Следующее. Вы берете, пишете, моя задача на каталог номер 4, научиться. Одна из задач. Не просто это одна будет задача. Это одна из задач, но важных. Да, это важно. Это не срочно, но это важно. Научиться делать личный заказ, 150 баллов. Прям записывайте, что мне для этого нужно. Первое. И вы пишете, позвонить спонсору и озвучить мою проблему. Да, что скажет спонсор? Второе. Открыть канал YouTube и посмотреть, ввести задачу, как собрать заказ, 150 баллов, Арифлейм. Посмотреть пять роликов. Да, вы себе пишете задачу там. Посмотреть пять верхних видео, пять видео, именно вот как люди рекомендуют организовать товарооборот на 150 баллов. Следующее. Третье. Выписать все фишки из видео, которые мне понравились, которые я хочу попробовать. И задача начать их применять, эти фишки. Потому что фишек очень много. Кто-то работает по подъезду, кто-то работает с теплым рынком, кто создает группу, кто работает с Е-каталогом, кто-то работает с теплым рынком, ходит в гости пить чай, кто-то режет каталог на листовке, приклеивает к ним бумажечки, там, что дорогой сосед, в твоем подъезде живет супер-мега-консультант Арифлейм. Ты можешь выбрать все, что тебе нравится из каталога. Если у тебя нет каталога, то позвони в 105-ю квартиру, я тебе его отдам. Или позвоните по такому-то номеру, скажите номер вашей квартиры, я поднимусь и отдам вам новый модный каталог Арифлейм. То есть вы смотрите разные фишки. Первое – это звонок спонсору. Второе – вы сами ищите информацию. И третье – вы выписываете при просмотре видео разные фишки, потому что вы все забудете, когда вы досмотрите видюшки до конца. Выключив видео, вы тут же забываете все. Если вы выпишете фишки себе на листок, в ежедневник, вы потом их просмотрите, наметите план действий, что вы будете делать, группу создавать, резать каталог старый на листовке, печатать там листовки по ящикам, раскидываете у себя в подъезде. Или составите список клиентской базы, с кем вы встретитесь в ближайший день, два, три. То есть на каждый день вы напишите свой маршрут, кому вы поедете в гости, с кем давно не виделись. И прихватите с собой каталог и продукцию. И таким образом вы будете создавать себе клиентскую базу. Вам по идее нужно несколько клиентов. Ребятки, ну-ка поделитесь, у кого 150 баллов легко получается, сколько у вас клиентов реально. Плюс вы сам. То есть первое, я себе клиент, я сам свой лучший клиент. Это примерно 50 баллов заказ. Второе, мне нужно еще 100 баллов. Это примерно или 5 человек по 20 баллов. Вы себе расписываете, что мне нужно 5 человек, которые сделают заказы по 20 баллов. Вот они мои недостающие 100. Или мне нужно 10 человек, которые сделают по 10 баллов. Что такое 10 баллов, ребят? Там 400 рублей заказ, грубо говоря. Либо мне нужно 20 человек по 5 баллов заказ. Или 2 по 50, как я. То есть 2 человека такие активные пользователи, которые просто офигенно любят за собой ухаживать. Они понимают, что лучше ухаживать за собой натуральной продукцией. Они мне доверяют и моему выбору, моими рекомендациями. Тогда мне нужно всего лишь 2 человека по 50. Задача понятная? Поставьте пятерочки прям. Кто понял вообще, как вот нужно свой мозг настроить, чтобы реализовать план. Вот умничка, Наташа. Двум подругам в их офисе и все получается. Вообще это серый кардинал. Вообще просто, да? Стратег. Поставил стратегию, отдала подругам. Ребят, вы же можете тут вообще варьировать разными вариантами. Вы можете смотивировать какого-то человека, рассказав ему о возможностях. Он говорит, ой, нет, нет, мне вообще некогда. Вы говорите, окей, давай делаем так. Ты будешь брать каталог на работу, собирать там заказы. Если твой заказ будет 50 баллов и выше, то я тебе буду делать скидку 15%. Или 20, но доставку мы делим напополам. Или доставка твоя полностью. Я тебе буду привозить продукцию. Мы с тобой будем чаще встречаться. То есть, ребят, придумывайте все, что угодно. Как выгодно будет и вам, и человеку. У меня вот одна подруга есть. Она собирает заказ в офисе у себя. Мы с ней договорились, что если заказ будет от 2000 с офиса, чтобы мне просто ехать далековато, чтобы мне окупилась дорога, мои временные затраты, а твой личный заказ будет идти со скидкой 20%. То есть, все, что ты хочешь себе, оно будет со скидкой. Все, что ты соберешь с людей, это покроет мои расходы на доставку и на проезд. Все всем удобно. Или есть вариант, когда вы дарите человеку какую-то продукцию. Он делает заказы, а вы ему в благодарность. Тоже есть у меня одна клиентка, она работает в поликлинике. И вот она, я ей даю каталог, она собирает заказы с докторов, со своих врачей, с медсестер. Я ей лично дарю просто очень хорошие подарки. На 8 марта я отнесла шикарный цветок, просто в горшке купила. То есть, не просто продукцию, а я просто подарила ей шикарный цветок, цветущий, ароматный. Она просто аж слезы пустила, ей было настолько это неожиданно и приятно. Ну, это просто, знаете, как утепление отношений. Понятно, ребятки? То есть, здесь все, в принципе, просто. Второй вариант. Если вы эту задачу себе поставили, вы расписали. У меня знакомая девочка каталог показывает. Ну вот, видишь, как здорово. Следующее. Если вы вот с этим пунктом проработали, вы поставили задачи. Ребят, не просто, ой, мне нужно научиться это делать, а вы прям расписали шаги. Да, вы как бизнесмен, вы как стратег должны расписать себе шаги. Что я буду делать, чтобы вот это было вообще, тьфу, легко. Понятно? В следующий пункт переходим. Научиться приводить друзей на презентации. Ребят, что здесь важно? Научиться создавать поток людей в команде, чтобы лично была одна регистрация в день. Ребят, у кого получается одна регистрация в день? Я думаю, что никто, да, не поднимет руку. Судя по нашим статистике по команде, вряд ли у кого-то есть одна регистрация в день. А есть люди, которые знают за собой, что вот если я буду каждый день вот это делать, каждый день, вот прям не так, как я захотела, там, я в таком состоянии нахожусь, что я сегодня я буду рекрутировать. А просто, знаете, ребят, просто если я каждый день вот эти действия буду делать, то я точно знаю, что у меня будет одна регистрация. Вот такие люди у нас есть? Ага, вот Галя призналась. Если не расслабляются, не расслабляться, то получается. Конечно, вы все за собой знаете свои сильные, свои слабые стороны. И если вы знаете, что вы вот это можете делать, то есть вы уже прошли обучение, настроили странички, настроили систему работы, вы знаете, что если вы 2-3 часа посидите, попыхтите, потыкаете в кнопочки, попереписываетесь, поработаете с возражениями, то вы точно получите одну регистрацию. Так вот теперь другой вопрос. А что вам нужно для того, чтобы вы ни хрена не расслаблялись? Что вам нужно? Какую надо создать же, там, троеточие, опу, которая заставит вас не расслабляться, пока вы не выйдете на уровень хотя бы золотой директа? Что вам нужно сделать? Напишите вот тут вот себе прям, да, вот это все мы записали. Следующее. Теперь я расписываю действия, которые мне нужны, чтобы я каждый день, не пропуская, не расслабляясь, не теряя там время драгоценное, я приводила друзей на презентации, на встречах спонсоров, чтобы у меня была гарантирована одна рега в день. И пишите себе план, что мне лично нужно делать. Задача понятная? Честно, просто скажите, вы поняли, что все, в принципе, в вас? Не в спонсорах дело, не в команде дело, да, не в количестве ключевых, а дело только в вас. Либо вы создаете поток людей, показываете пример команде, и не обращаете внимания на нытиков, на тех, кому некогда, у кого хомячок облысел, у кого похороны картошки скоро начнутся. Ребят, мы вчера общались в директорском чате, и у нас один парень там вообще такой прикольный, он показывает свою статистику роста, то есть у него прям хорошая динамика, каждый каталог он растет. И он говорит, пишет, мы просто не обращаем внимания на нытиков, мы их никуда не тащим, нафиг не нужны это, слив энергии, потеря времени. Мы работаем только с теми, кто хочет, и мы очень много работаем лично, потому что мы понимаем, что рассчитывать нужно только на себя. Это мой бизнес, и я его строю так, как я хочу. Если кто-то пришел поныть, стянуть с меня энергию, я ему этого просто не позволю сделать. Но и в другом месте, ищи себе унитазики, куда-то будешь сливать свой негатив, свое нытье, ищи в другом месте, мне это не нужно. Знаете, чисто по-мужски, я просто порадовалась, вчера хлопала прям в ладоши ногами. Какой молодец, Слава Хадыров, кстати. Тоже очень прикольный парень, вроде бы он такой, знаете, простой человек деревенский, но он понял, что это бизнес, и начал его строить по правилам бизнеса. Убрали сопли, намотали на кулак, работаем четко, быстро, динамично. У нас есть цели, есть мечты, есть желания, и никому нет до них дела, кроме нас. Согласны? Всем пофигу, счастливы или несчастны, никому нет дела, сколько у вас денег в кошельке. Поедете ли вы в этом году путешествовать, или пойдете грядки копать кверху попой. Всем на это, ребят, пофигу, только не вам. Но если вы ничего не делаете, то значит и вам пофигу. Тогда и вся вселенная смотрит и говорит, а что я-то буду напрягаться? Если тебе не надо, то мне-то и подавно не надо. Я пойду помогать тем, кто хочет. Поэтому закатайте рукава, оденьте свою самую очаровательную улыбку, оставьте в гардеробе только хорошее настроение и начинайте пахать. И тогда результат каталога будет каждый раз лучше и лучше. Понятно? Следующий пункт. Вот когда вы все распишите, что мне нужно делать. А вы знаете, что нужно делать. Если не знаете, все бегом в бизнес-школу. И проходите основу основ. Что нужно делать, как делать. Создавайте странички. То есть первые две недели вы будете раскачиваться, создавать инструменты. Это нормально. Если вы раньше этого не сделали, начинайте уже сегодня. Ничего не бойтесь. Не бойтесь отказов. Отказы – это наша работа. Согласие – это наша зарплата. Когда вам будут говорить «нет», ваши близкие, знакомые, родственники. Ребят, это нормально. Я еще не видела такого человека в бизнесе, в сетевом, которого бы семья поддержала с первых нот. Нет такого человека, ребят. Понимаете? У всех сразу таракан вылазит. Страхи. И это нормально, когда знакомые и родственники. Начинают вас отговаривать. Почему? Они боятся, что вы влезете, вляпаетесь в какую-нибудь фигню. И что вас разведут на деньги. Муж поддержал – классно. Это вообще супер. А остальные все поддержали, Ксюш? Вот прям все. И подружки, и друзья. Говорят, Ксюш, какая умничка. Респект. Тебе вообще респект. Мама два месяца не разговаривала. Обалдеть вообще. Отчасти, ребят. Я не видела такого человека, которого бы все окружения сказали, пальчик вверх подняли, сказали, мега вообще круто. Слушай, давай начинай, и мы подтянемся. Сейчас я разгребу дела. Я тоже так хочу. Я таких не видела, ребят. Поэтому относитесь к этому спокойно, когда вам кто-то говорит там нет, мне муж сказал, иди уже делай, и сам с тебя буду спрашивать результат. Ну правильно, если Юра тебя не будет контролировать, я еще не знаю, кто тебя может контролировать. Сама-то ты не справишься, да, маленькая же девочка. Ребят, следующий вопрос. Посещение. Смотрите, идет планерка, понедельник, когда мы ставим планы на каталог, и в комнате 17 человек. Было больше, куда-то там повылетали. Ну, кто-то, может, ушел по делам, кому-то стало скучно, да, это как бы не знаю что. Всего 17 из команды, в которой там около 3000 людей. О чем это говорит? О чем это говорит? Что растут только те, кто ходит на мероприятия. Я вам так скажу. Кто учится, кто посещает мероприятия, компании, спонсора, команды, кто сам участвует в проведении мероприятий. Потому что это основа основ. Да, Ксюша, я тебя поняла. Поэтому начните с себя, вот просто заведите себе будильники на 9 часов, на вечер, да, на ключевую. Кто в ключевой? На ключевую вовремя зайти нужно. Не опаздывать, потому что я говорю быстро, четко, без воды. Я не буду повторять. На семинар пришли, ребят, иногда в самом начале самые сливки. Иногда та фраза, которая бы вас завела бы на 100%, она прозвучит в первые 5 минут. А вы еще не зашли, вы еще шнурки гладите. Поэтому если вы не посещаете мероприятия, а нужно вылазить везде, особенно в реале, то, что проходит. Вот у нас была фотосессия в субботу. Ребят, приехали всего 4 человека. Вот мы с Мишей были, и еще 4 из всей саратовской команды. Да неужели вам не нужны новые фотки? Вот эта, кстати, фотка, где он сейчас стоит на аватарке у меня, видите? Это как раз была сделана у нас в субботу на фотосессии. Нормальная фотка? Ребят, мы 400 с лишним фотографий на шестерых отшелкали. Круто! Представьте, сколько у нас материалов. Нам точно хватит на пару недель к работе. Потому что мы там и все вместе, и по отдельности, и по двое, и по одному, и сидя, и стоя, и в такой позе, и на таком фоне. Ребят, конечно, супер! Мы договорились, что мы каждую субботу по закрытию каталога будем устраивать фотосессию. Там как раз новинки можно посмотреть будет, каталога, и фотосессию. Зря они пришли. И каждый должен себе запланировать новые фотки. Где вы будете фоткаться, что вы будете делать и так далее. Так, самое главное мы с вами проработали. Переходим к основам основ. Это планирование каталогов. Признавайтесь, честно, положа руку на сердце, кто сел уже вчера или позавчера и написал себе план работы на три недели, которые на нас сейчас накатываются. И эти три недели будут идти с 13 по 1 апреля. С 13 марта по 1 апреля. Но надо же, каталог будет 1 апреля закрываться. Это день юмора, день смеха. Интересно, какие юмористические у нас будут с вами форс-мажоры. Надеюсь, позитивные. Кто сделал? Поставьте плюсики. Кто не делал еще план, еще даже не разложил ежедневник, поставьте минусы. Давайте по-честному. Я хочу видеть. Так, есть. Галя сделала. И больше никто не признался. Ну-ка, ну-ка. Обалдеть. Ну что, я, конечно, не в школе, не учительница, но двойки бы поставила. Давайте начнем тогда вместе. Приготовьте себе. Сначала вызовите распечатки. Вот, Надя, вопрос. А ты хочешь войти в список самых богатых людей планеты? Вообще, ребят, кто хочет стать богатым, успешным человеком, у которого есть достаток такой вот, ну, просто качественный? Не, не все. Вот кто хочет, они, знаете, что делают? Они все записывают на бумагу, потому что уже доказано психологами, то, что у нас в голове, это не работает так, как расписанные действия на листочке. На листочке. Ага, ну давайте, поехали. Будем учиться писать, как в школе. Первое. Вы сейчас должны выбрать себе цель, какой уровень вы будете достигать. То есть вы сейчас видите товарооборот, вы видите, сколько это баллов, какой процентный уровень это соответствует и сколько вы получите примерно денег. Здесь расписаны доходы при условии, что вы лично делаете заказ на 150 баллов. Потому что если вы сами 150 не делаете, то вот это для вас пока недоступно. Так, зачеркнуть не получилось. Ну вы поняли, да? Зарплату мы получаем только при условии, что сами лично делаем 150 баллов. Цель написала. Один потенциальный директор уже есть. Еще одного директора к своему дню рождения найти. Это какому числу? И вырастить. Да, найти и вырастить. Хорошо. Поехали. Кто выбрал цель, пишет сейчас в чате, какой уровень вы себе лично запланировали. По вот этой шкале выбираете, пишете сейчас в чате и себе на листочке. План на каталог номер 4. Выйти на уровень, я выхожу на уровень 12%. Пишет Ксения Пархоменко. Ирина Вяткин пишет. В четвертом каталоге 2017 года я выхожу на уровень 6%. Или я закрываю, я делаю, я выполняю. То есть мы пишем в настоящем времени. Я нахожу одного-двух ключевых партнеров и выхожу на 6%. Правильно. Вот Галя написала правильно. По итогам четвертого каталога 2017 года я выхожу на уровень 12%. Вот, 6 июля, Анечка, день рождения. Все запишите. А что произойдет 6 июля? Ну-ка, Анют, напиши. Я закрываю. Да, какой уровень? Или я открываю. Или к 6 июля я нахожусь на уровне таком-то. Я не вижу, чтобы все написали. Ребят, 17 человек в комнате, а написали прям буквально несколько. По окончанию каталога я выхожу на максимально 9%, минимум 6%. Татьяна, один ключевой партнер уровень... Тань, как может быть уровень 18, если ты закрыла каталог номер 4 с уровнем 3, с уровнем 22%? То есть международной веткой там 22% с ГАКом. Варгина, выхожу на 9%. Правильно. По итогам четвертого каталога я не закрыла, а закрываю. Или я выхожу на уровень менеджер 12%. Я нахожу 2 ключевых, нахожу 3 ключика. Ага. Не видела? Ну, надо смотреть. Как ты можешь планировать уровень меньше, чем у тебя будет в любом случае, да? Потому что под тобой сильная команда. Так. Написали. Переходим к следующему слайду. С чего начать планирование? Ребят, первое, что нужно сделать, это проанализировать прошедший каталог. Для этого вам нужна распечатка, инфолист. Ты-то не умеешь вызывать распечатку. Там нужно выбирать персональную группу плюс 22%. Так. Аня, у меня будет... Нет. Я выхожу на 22%. Не в будущем времени. Я буду, а не будут. А мы становимся, мы закрываем, мы выполняем. У меня в команде 2 ключевых партнера. Это мало. На уровне 22% должно быть минимум 20 ключевых партнеров. По всей команде. В первом уровне, если ты считаешь 2, я понимаю тогда, да, что 2 директора растишь. Если в глубине, то всего суммарно в каждой директорской команде должно быть от 20 ключевых. Если 2, это вы на уровне 3%. Ну, может быть, даже на 6, на 9, да, с двумя ключиками. Так. Анализируем прошедший каталог. Ребят, кто вызвал распечатку, поставьте плюсики. То есть вы вызываете, ставите циферку 3 по итогам третьего каталога в инфолисте и выбираете персональная группа плюс 22%. Ага. Следующее нужно будет что сделать? Изучить акции текущего каталога, с чем мы будем работать. Далее наладить метод рекрутирования, то есть выявить, как я буду приводить одного человека в день лично. Далее вы намечаете конкретные действия на последующие 3 недели. Разбиваем их по неделям и потом по дням. Поехали. Первое мы анализируем прошедший каталог номер 3. И вот здесь вы себе пишете табличку. Прямо сейчас от руки можете начертить, потом перенесете в электронном виде, кому как удобно. Пишите, сколько я сделала личный заказ? Сюда вписывайте цифру. С каким результатом команда закрыла? Каталог номер 3. Ребят, все сейчас пишем третий. Сколько я лично зарегистрировала людей? Лично, вот я сколько. Сколько было всего по команде вместе со мной? То есть здесь вы пишете общую цифру, сколько у вас всего. Сколько людей стали рекрутами? То есть разместили личный заказ. Ребят, все понимают, что нужно делать сейчас? Поставьте пятерочки. То есть вызвали инфолист. В самом конце инфолиста у нас есть табличка с результатами. И начинаете заполнять. Следующее. Сколько у меня по команде стало квалифицированных рекрутов? То есть это люди, которые прошли первый шаг стартовой программы. То есть включили стартовую программу. Посчитайте, сколько у меня ключевых. Кто такой ключевой партнер? Это человек, который выполняет правила 3П. Организует личный товарооборот. Он активно посещает обучение, задает вопросы. Сам участвует уже в жизни проекта. То есть активный в чатах. И он учится или уже начал приглашать людей. Или он к этому проявляет. Да, уже видно, что огромный интерес. Он создает страницы, наполняет их. Потому что одна регистрация в день пойдет не сразу у людей. То есть к этому нужен навык. И инструментов достаточное количество. Дальше вы смотрите, сколько у вас, вы закрыли с каким процентом активности каталог. Записывайте. И если команда уже сформированная, да, старенькая, то у вас должны быть люди, которые уже у нас проходят по реактивации. И записывайте баг. У меня здесь не поместилось, но нам еще нужен баг. То есть база активных консультантов. Вы должны примерно знать, сколько у вас баг. Так, куда же ты съехал? Буква К никак не пишется. Забываю ее с одного движения записать. Так, у кого получилось заполнить табличку? Поставьте плюсики. У кого не получается, вы что-то не понимаете или не успели, поставьте минусы. То есть сейчас, да, сделаем анализ, как мы сработали. Что было сделано вообще, какие действия, сколько их, да, нас сейчас волнует, ребят, циферки. Итог. За три недели работы какая движуха была у вас в команде? Что вы сделали, что вы лично делали? Сколько ключиков, сколько рекрутов, кюрекрутов? Вот это очень важно. Так, трое написали, двое написали. Плюсики остальные, как у вас дела? Отлично, трое уже справились. Ребят, если вы поняли, вы или скрин себе сделаете, или перепишите данные, которые вам нужны. Если что-то не получится, после планерочки пишите мне, и мы с вами свяжемся. Оля Монголеева пишешь на английском. Ага, поняла. Напишите, я поняла. Табличку переписала, сейчас после планерки сделаю, чтобы не тормозить. Следующий шаг, смотрите, ребят, вы глядя на эти цифры, смотрите, где вы были сильными. Например, еще знаете, что важно? Важно на будущее. Когда вы будете делать, вы пишете, вы так вот себе табличку рисуете. Вот так вот. Вот тут план у вас будет? План. А вот тут факт. То есть вы сейчас себе же запишите план на каталог, и в конце каталога вы сверите план и факт. Вы вызовете инфолист, и вот так вот вы сверите. Я, например, планировала товарооборот, там, 1000 баллов. А сколько получилось? Смотрите, а получилось 1100. Вау, да мы вообще молодцы. А за счет чего мы план перевыполнили? Я планировала лично в 20 регистраций, одну в день. Получилось 15. Так, я просела. А почему я просела? Где я не доделывала? Какие дни меня выбило? Что меня выбило? Да, вы должны зафиксировать, что вас выбивает из клеи. Почему вы отваливаетесь, да, в какой-то момент. То есть это был ваш план, не навязанный, не я вас заставила. Да, то есть это норма. Дальше вы смотрите по группе. Планировали, например, 40 регистраций, а сделали 30. А кто просел? Вы смотрите, у меня было, значит, 5 ключевых. Вы начинаете анализировать. Стало 7. Почему каждый ключик должен был найти себе одного ключика за каталог, а только 2 пришло новых? Планировали. Да, у нас было 5. По плану надо было 5 ключевых. Чтобы было. Стало 7. А где мы просели? Кто не привел ключика? У кого не получилось сработать? Да, что не получилось? Где просели? Что отвлекло? Что выбило? То есть вы создаете себе карту. Карту понимания, где я силен, а где мы проседаем. И вот там, где вы проседаете, вы смотрите, надо ли здесь подтягиваться, или это не тот ресурс, который вы используете. В принципе, он не нужен. А вы на него потратили время, но он не дал результата. Где вы были сильными? Например, да, вы планировали, ну, грубо говоря, командный рекрутинг 40, а сделали 80. Вы такие, ага, а кто у нас мощный рекрутер? Кто молодец? Как он делает? Каким методом? И всю команду, да, на этот метод ориентируете. То есть откуда идет хороший поток, тот метод и используете. Или смотрите, по команде, например, пришло 40, ну, 80 человек, а рекрутов всего 10. То есть процент, да, у нас минимальный процент перехода где-то 20. Это не очень хороший переход, но хотя бы, да, 20, все-таки холодный рынок. Вы смотрите, перешло 10, а 20 процентов это сколько у нас от 80? Ну, где-то человек там 17, да, 18, не знаю точно. То есть вы смотрите, а почему маленький переход? Откуда у нас пришел такой поток людей и почему он такой слабый? То есть бывает такое, что люди прут, не дуром, а перехода нет. То есть они пустые все, сливаются. Откуда берем, смотрите возрастную категорию людей, кого мы приглашаем. Может быть, да, эти люди еще не осознаны, они или уже они не готовы меняться, или еще не готовы. То есть, да, мы проводим анализ по всему вот этому вашему спектру. Потому что если вы знаете свои силы, цифры, где вы сильны, где слабы, вы сможете поставить правильный план действий, чтобы не терять энергию. Здесь все понятно, поставьте плюсики. Плюсики или минусы. Смотрите активность. По плану она должна быть минимум 72. Но это уже для старой команды, которая уже, да, там люди тянутся, тянутся. Кто-то уже на терминацию вообще идет, 34 каталога. Это для старой команды. Если команда молодая, только начинает формироваться, ребят, там 100%, 120 может быть активность. 90, 80, 72 – это маленькая для вас. То есть, для молодой команды, конечно, активность должна быть ого-го какая. Посмотрите, кстати, какая у вас и запишите. И реактивация. Опять же, это для старой команды. У кого уже люди есть уснушки, которые давно-давно не размещали заказы. Тоже вы планируете, сколько человек вы будете возбуждать. 10, 20, 30. То есть, тут цифрку ставите и намечаете план, как будить, на что будить. И здесь нам в помощь идут кто? Наши акции. На что мы будем людей? Мы их заводим в марафон. Да, вот это нет предела совершенства. Мы их будем на акцию с сумками, с косметичками, вот с полотенцем. Мы их будем на акцию, что приведи 4 друга, которые получат по духам. Ты получишь набор из серии на вэйдж, из трех продуктов за 1 рубль. Больше 3000 стоимость продукции. Вы анализируете, какие акции, что у нас сейчас идет интересного в каталоге. То есть, на что будить людей. Это шикарные акции с туалетными водичками. То есть, да, вот такая вот цена, извините, 70% скидка на аромат. И, например, на 18-й странице, на моей любимой странице, кто заметил, ребят, что если вы берете и помаду, и тушь, и любую тональную основу, и в вашем каталоге заказ еще есть отдельно, да, от этого на 500 рублей, вот тут вот напишу на девушке, пусть не обижается, то вы вот весь этот набор получаете за 499 рублей. Еще отнимите 20%. За 4 сотенки 3 продукта, которые стоят на полторы тысячи со скидкой, а без скидки это 2 с лишним. Вам выйдет набор за 400. Ребят, ну это же бомба. Не все заметили. Я сама не заметила бы эту акцию, если бы мне клиентка не заказала. Я бы не заметила, я как-то даже, ну, внимания не обращала. Там, это мне не надо, это у меня есть, тоналка я от Giordani купила. Я пролистала бы. Что же вы думаете? Я вчера себе записала 2 набора. Чарующий беш, восхитительную розу, 2 туши, 2 тоналки выбрала, помада себе, тушь продам, тоналку продам. Представляете, сколько выгод будет? Ты со второго, а я вообще бы никогда не увидела. Видно, я не очень внимательный человек. Изучили акции, связали все, да? Берете метод и смотрите по этому методу. Например, вы взяли работу ВКонтакте. Ребят, кто ВКонтакте работает? Вы вообще напишите, кто какой метод себе взял за основу. Кто в Инстаграме, кто ВКонтакте, кто где? Кто в Одноклассниках, кто со знакомыми? Например, взяли метод ВКонтакте, смотрите, что нужно делать. ВКонтакте мы можем рассылку делать по группам объявлений. Мы можем ставить с одной странички до 500 лайков. Мы можем с одной странички приглашать до 45 друзей. Мы можем с одной странички написать в личку 20 людям. Мы можем поздравлять с днем рождения, комментировать фотки, вообще неограниченное количество. Но с чего начать нужно? С бренда оформить все свои вот эти странички очень круто и качественно. Ребят, я вот сейчас проверяю странички и просто иногда падаю в обморок. С некоторых страничек не то, что работать нельзя вообще. Я не знаю, как люди на них сидят. Туда заходить-то уши горят, аж и глаза в кучу съезжаются, когда смотришь, что там и чуть ли не порнуха. Очень аккуратненько. Если вы хотите создать себе имидж в интернете, то создавайте его с первых секунд. Потому что создать репутацию трудно, потерять легко. И то одна фотография может вообще испортить ваш имидж на долгие годы. Одно действие, одно слово. Вот это очень важно, чтобы вы отслеживали, фильтровали, что выкладывать, а что нет. Иногда хочется, ой, сейчас все вывалю туда. И смазанные фотки вижу. Как попало, мутные, непонятные, какие-то, с намеками. Ребята, имидж на первом месте. Поставьте пятерочки жирные, кто это понял, и уже свои странички прям фильтрует, чистит. Кто думает о том, где я буду фотографироваться сегодня, завтра, какие посты буду выкладывать, о чем. Молодцы. Теперь ваша задача, вот это свое знание, опыт, перенести на команду. Потому что в ваших командах приходят новички, которые пока не въезжают, насколько это важно. Это ваша работа, до них донести важность брендирования, важность имиджа. Поэтому чистка страничек, да, пылесосим, пылесосим, все удаляем, все репосты. Вот эти видео по брендированию люди как-то пролистывают, как будто, может, неинтересно, конечно. Думают, а, что я не знаю, что на страничке выкладывать. О, ребят, это самое важное. То есть наметили свой метод, изучите его досканально. А зайдите на канал YouTube, посмотрите, введите рекрутинг в ВКонтакте, рекрутинг на Юле, как зарегистрировать знакомого в команду, как регистрировать в Одноклассниках группой, как регистрировать в Instagram, рекрутинг в Instagram, рекрутинг по резюме, рекрутинг на досках. Все, что вам интересно, вы задаете вопрос YouTube и верхние ролики, самые свеженькие, смотрите. Почему свеженькие, ребят? Дело в том, что информация, которая выкладывалась 2-3 месяца назад, она уже может быть неактуальна совершенно. Согласны? Неинтересно, неактуально. Все в открытом доступе абсолютно. Все вы можете смотреть безгранично. Мы специально в обучении не стали заваливать обучающими роликами, потому что реально их нужно менять очень часто. Все есть в открытом доступе. Вот я сейчас записываю планерку, и она будет в открытом доступе. Ее сможет посмотреть любой человек, который зайдет на мой канал. Или который ищет, как проводить планерки. Или планерка, или итоговая планерка, он ведет и увидит, мою планерку захочет, посмотрит. Ради бога, пусть смотрит, учится, не жалко. Ребят, вот это в следующий шаг. Вы намечаете свой метод рекрутинга, и вы его отрабатываете от и до. И завершающий шаг. Вы спишите план на каталог, начиная вот отсюда, с конца. План на третью неделю. То есть, да, третья неделя – это значит план на каталог. По итогам третьей недели мой заказ должен составлять, и пишите здесь цифру 150 баллов. Групповой товарооборот пишите, который вы наметили, да, с приростом по сравнению с прошлым каталогом. Заполняете. Личные регистрации пишите свой план. Ребят, я вам не собираюсь навязывать. Хотите написать одну, ну, пишите. Ну, помните, что роста не будет, если одна личная регистрация. То есть, норма дня – одна регистрация. Если вы себе выходные берете, например, в воскресенье, чтобы с семьей время провести, то у вас от каталога остается 18 дней. Значит, вы пишите 18 регистраций. Если вы трусишка, ну, напишите 10, сделайте больше круто. То есть, да, вы здесь заполняете. Регистрации по группе, сколько будет стартеров по команде. Вы пишите, исходя из ключевых, кто рекрутирует. Вы с ними согласовываете, кто будет в рекрутинге, и у кого есть планы роста. И если они говорят, да, 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 у вас, например, 3 ключика, и один вам сказал, я планирую 15 личных, другой говорит, я планирую столько, этот столько. Сколько они по команде планируют тоже. Вы все суммируете. Здесь пишется, например, 100. Это вы все вместе сговорившись, чтобы каждый поставил себе план действий, план роста. Вы всю эту информацию собрали и сюда свели в кучку. Дальше, сколько мы планируем рекрутов? Переход минимальный 20%. Давайте напишем 25. Давайте. То есть, вы тут пишите себе, а мы сделаем чуть больше, не 20, а 25% переход. Так, сколько мы будем делать кюшек? То есть, кюшки – это люди, которые пройдут первый шаг. Пишите, ну, давайте 7. Ну, давайте. То есть, да, записали. 7 планируем. Сколько ключевых, да, вот, чтобы всего было. Например, сейчас у нас с вами четверо. Ну, я себя не считаю, да, нас трое. Давайте договорим, что каждый по одному, то есть, я и вы. То есть, значит, будет 7 ключевых по итогам каталога. То есть, каждый по одному. То есть, я и 3 ключевых. Трое есть и четверо прибудут. Будет 7 ключевых. Ребята, понятно, как объясняю? Поставьте семерочки. Активность. Глядя на сегодняшнюю активность, пишите примерно такую же, сколько у вас есть. Если, как у нас, она упала ниже принца, то я сейчас буду делать все, чтобы поднять ее как минимум до 72. Как минимум, да, 72% активность у нас должна быть. Это я себе вот так. Реактивация. Смотрите, если у вас уснувших там 100 человек, ну, давайте с вами разбудим 20. Ну, давайте. То есть, все, поставили цифру, разбудить 20. Итак, каждый из вас сидит себе сейчас, заполняет план на полностью, на весь каталог. Далее, исходя из тех цифр, которые у вас тут получатся, вы начинаете дробить на недельки. То есть, если личный заказ 150, значит, вы пишете, в первую неделю 50 наберу, ну, вот, похожу туда-сюда, намечаете, кому поедете и так далее. На второй, чтобы у меня было закрыто, 100 баллов, на третий 150. Все, я план свою сделаю. Групповой товароборот. Например, писали здесь, там, 1000 баллов групповой. Ну, грубо говоря, 1000. Чтоб всего получил. Значит, на первой неделе пусть будет 400, рванем, да, сначала рванем. На второй неделе пусть уже будет 700. И на третьей догоним уже будет 1000. То есть, по итогам недели, да, должно быть вот столько. И так вы расписываете все. Например, 6 за неделю. Здесь уже будет 12 по итогам недели. И закончим с результатом 18. Кто сделал, ребят, кого получилось написать свой план на 3 недельки? Мы далеко не будем планировать, потому что нужно научиться планировать сначала маленькие результаты. Еще рекомендую, что планировать. Доход. Вот тут вот в конце строчки пишите. Доход. Сколько я планирую заработать за каталог. То есть, если вы планировали девятку, то за 150 баллов у вас примерно сюда придет где-то 800 рублей. И за девяточку вы получите примерно 1700. Берете, складываете 800. Плюс, ой, нолик убежал. Плюс 1700. В сумме получается и того, там 2500. Записали. То есть, я планирую заработать в этом каталоге. О, 2500, а еще с продаж. То есть, да, вы планируете еще и продажи. Сколько вы продадите продукции. У вас 20% скидка. То есть, здесь вы пишите, сколько я хочу заработать за эти 3 недели. И вписываете свою циферку. Ребятки, еще раз. Если что-то недопоняли, не знаете, как написать. Да, потерялись, растерялись. Сегодня в течение дня вылавливаете меня. Пишите сначала в личку. В телеграме желательно. Пишите там, Лиля, мне нужна помощь в планировании. Я вас назначу, да, во сколько мне удобно. В скайп перейдем, быстренько подчеркиваем. Но сначала сами покумекайте, чтобы не я вам все диктовала. То есть, набросок сделайте. Но где-то у вас будут там просесты. Или к спонсору, или ко мне обращайте. Я думаю, что проблем-то не будет созвониться. Далее. Я оставила здесь чистый лист. Для чего? Я вам хочу показать одну фишку, как я строю планы. Я беру всегда чистый лист. Когда у меня какой-то начинается проект, например, я хочу, ставлю себе проект, пригласить там, например, 20 человек в команду. Это моя цель на каталог. Пишу 20 человек. Регистрация. Тут расписываю, что 20 человек личных регистраций. Я начинаю заполнять источники. Откуда у меня придут люди? Первое пишу. Звонки знакомым пишу. Знакомые. Знакомые. И планирую, скольких людей я выцеплю знакомых. Например, ставлю 10 человек, обработаю по теплому рынку. Далее. Из них я ожидаю где-то там 4-5 регистраций. Вшух! Сюда стрелку. Отсюда я жду 4, примерно 5 регистраций. Далее. У меня есть ВК. Пишу ВК. 10 страничек. Да, что это? Буква К. У меня 10 страничек. Тут, конечно, не очень удобно рисовать. Что я с них ожидаю? То есть я работаю в день с 5 страничек, 5 отдыхают. То есть я чередую их тын-тын-тын. Создаю поток, что у меня с контакта я ожидаю тоже примерно где-то 5 регистраций. 5 регистраций. 5-7. То есть смотрите, уже полплана сделано. Откуда еще? Мы смотрим, что я могу сделать еще. У меня есть еще Инстаграм. 10 страничек. Ага. То есть у меня уже много инструментов. Я пишу Инста. И так далее. То есть, ребят, я себе всегда расписываю такие проекты, касаемо всего. Например, решила сделать, распланировать рекрутинг. Расписываю, откуда у меня могут прийти знакомые. Потом я расписываю прям пофамильно. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Кому я обращусь? То есть я намечаю списка. 10 человек, кому я съезжу в гости или приглашу к себе конкретно на бизнес-встречу. Или мы где-то встретимся в кафе, поговорим. Да, где-то мы пересечемся, чтобы я со знакомыми провела вот эту работу. То есть я ожидаю отсюда такой поток. Отсюда такой, отсюда такой. Расписала планчик. Оп. Начинаю ему следовать. Следующий, например, я планирую продажи. Мне нужно 500 баллов. Я ставлю себе задачу. 500 баллов личный заказ. 500. Набрать. Откуда? Рисуем источники. То есть мне нужно, первое, 20 каталогов. Пишу. Мне надо 20 каталогов. Я же не буду каждый день по одному каталогу переносить с места на место. Пишу 20 каталогов. Следующий шаг. Что я с ними буду делать? Относить. То есть я рисую маршрут. Там, например, обхожу улицу Чапаева. То есть сегодня я иду по Чапаево. С одной стороны перехожу на другую. Раздаю 20 каталогов. Через 2 дня прохожу, собираю. 2-3 потеряются. Кто кого-то не будет на месте, кто-то взял домой. То есть 17 каталогов. Я иду по улице такой-то. Раздаю. Я иду по такой-то. То есть у меня есть статистика, что из 10 человек, которые новые совсем посмотрят каталог, будет 2 заказа. 1-2. Если это уже круг теплый, то есть я по нему уже проходила и делаю повторно. Из тех же 10 человек, вроде бы количество то же самое, сделаю 5 человек заказа. То есть теплого уже обработанного круга заказов больше. Средний заказ там 300-500 рублей. И считаем, сколько нужно баллов. То есть мы прописываем маршрут, где мы будем, кому пойдем, с кем пьем чай и так далее. Мне это удобно делать в виде вот таких вот окошечек, где записываю пункт назначения или фамилия, куда я пойду. Какие у меня ожидания. То есть это карточки такие, которые вы себе делаете для того, чтобы увидеть, что вам надо будет делать в этом каталоге. Ребят, кто понял эту идею? Может быть кто-то уже так себе рисует карту видения. Или, например, вы хотите что-то там наладить, какую-то акцию, и вы собираете источники, откуда я их буду брать, что. Там закажу визитки, сделаю раздавашки, раздавать буду там-то, там-то. То есть вот все абсолютно можно так прописывать, чтобы было видение, кто, куда, за что отвечает, то есть кому мы делегируем и так далее. Кто понял? Все, мы с вами закругляемся. В принципе, осталось нам одну вещь обсудить. Это дополнительный функционал, который у нас вышел от компании Reflame при регистрации. Все вы знаете, что выгодно быть спонсором, потому что спонсор получает все плюшки. И компания сделала для нас мега-акцию такую, не акцию, а вернее, мега-функционал, а расширила. Для этого мы заходим в личный кабинет, обязательно в личный, заполняем анкету кандидата, кого мы регистрируем, да, новичка. И внизу переносим галочку, что консультант моей структуры будет являться спонсором. И сюда вписывается номер последнего человека в веточке. В этом случае, и там нажимаете галочки, да, вот эти все, что я соглашаюсь, я соглашаюсь. Нажимаете зарегистрировать. В этом случае человек зарегистрируется в глубину ветку, но вы будете приглашающим спонсором. И подарки за новичка в случае, если он пройдет первый шаг стартной программы, получите вы. И во всех акциях, где нужно быть спонсором, вы участвуете, хотя человека регистрируете в ветке, дабы помогать команде. С этим все разобрались? Точно? Поставьте пятерочки. Потому что смотрю, некоторые начинают метаться. А что мне, куда мне, как делать и так далее. Вот этот слайд у вас должен быть всегда перед глазками. Можете себе прям эти циферки переписать. Это для того, чтобы вы знали, сколько ключевых партнеров на каком уровне должно быть. И, кстати, если быть честным и правдивым, вот исходя из этого, например, если на 3% должен быть 1-2 ключевой партнер, то именно столько людей должно входить ежедневно в команду. То есть, если у вас на 6% должно быть 3 ключика минимум, то минимум 3 регистрации в день по команде. Почему? Ну, потому что каждый ключевой должен приводить одного партнера в день. Вот из этих цифр исходит. То есть, если мы говорим, что на 15% должно быть минимум 10 ключевых, то у вас должно быть 10 регистраций. Понятно? То есть, вот это все просто. Если вы эти циферки видите перед глазками, то вы можете сразу понять, работаете вы или нет, растете или нет, что вас ждет. И совершенно забыла про Болгарию. Ребят, кто у нас на Болгарию идет? Есть такие люди сейчас в комнате, кто проходит квалификацию на Болгарию, выполнил второй шаг? Я думаю, что есть. У нас сейчас Миша подводит итоги. Вечером на банкете он озвучит итоги. Есть, конечно, есть. Вечером, да, все пофамильно будет расписано. Вы все узнаете, кто у нас эти герои. Героев нужно знать в лицо. И, кстати, вы должны понимать, что и новички сейчас могут присоединиться в эту акцию, в эту квалификацию. Если у вас есть новички амбициозные, то расскажите им про эту акцию. Может быть, они включатся, успеют пройти квалификацию и поедут в Болгарию уже в этом году. Почему бы и нет? Желаю вам мощного карьерного роста по карьерной лестнице. Сегодня у нас с вами план. Одна регистрация каждому. Одна регистрация минимум. Вечером у нас будет... Ой, прошу прощения, слайд не сменила. Так скажу по памяти. В 19 часов онлайн банкет. В 20 часов ключевая планерка. И, возможно, еще в 20.00 будет от Воронежского филиала семинар. Мы информацию скинем позже, пока не получили. Всех благодарю за внимание. И хочу получить от вас обратную связь. Что сегодня для вас было полезное? Что вы сегодня услышали важное для себя? Что вы поменяли, может быть, в своем плане, благодаря полученной информации? И что вы будете делать прямо сегодня? Вообще, в целом, полезная была для вас планерка? Я прям сегодня разговорилась не на шутку. Сейчас как на время посмотрел. Думаю, вот это да, больше часа вы меня выдержали. Молодцы! Так, над чем стоит поработать? Самое главное проанализировать, что в прошлом каталоге было недоработано, где просели. Что было сильным, мощным, что вы будете, перенесете на этот каталог. А какие-то вещи вы оставите в прошлом, и больше их не будете никогда применять? Отлично! Смогли все планы написать, ребят? Вот мне важно, вот тот, кто смотрел планерку, у всех получилось написать планы? Хорошо, Танюш, я думаю, что у тебя все получится. Нам надо с Юрой объединиться, и мы будем твоими контролерами. Ты хочешь здесь вопрос задать или созвонимся? Хорошо. Чуть-чуть сейчас я перерыв сделаю, потому что долго перед компьютером уже надо отдохнуть. Я где-то минут через 20 буду на связи уже, скайп подключу, как раз Камтазия обработается. Рою копаю, добываю ключик, вставлю план. Отлично, Любаш! С тобой тоже хочу созвониться, если ты не против. Я бы даже со всей вашей веточкой бы хотела, если ты организуешь в скайпе Караеву, Аню, Пархоменко, Ксению и себя. Я бы хотела с вами с тремя сегодня поговорить, потому что у вас потенциал-то ого-го какой! Согласны? Хорошо. Тогда спишемся, где, во сколько и созвонимся сегодня. Ребят, благодарю вас всех за отличную работу еще раз, в третьем каталоге. Каждого лично, потому что каждый из вас является вкладом в общее командное дело. Потому что без вас ничего бы не получилось. Ребят, вы супер, классные! Спасибо вам огромное, что выбрали нашу команду. Выбирайте теперь успех, выбирайте себе счастливое будущее и прийти к нему на самой высокой скорости. Ребят, вы не знаете, сколько у вас есть времени, поэтому используйте каждую минуту с толком. До встречи в чатах и вечером на онлайн-банкете. Целую всех, обнимаю крепко-крепко. Позитива, мощного настроения и карьерного роста. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok